Приехала в Майами. Помните, как членка-то с этим своим Артёмкой мечтали о каких-то там виллах в Майами, домах в Beverly Hills? Господи, жалко, что я не могу найти это видео. Такое прикольное. В общем, Майами мне очень понравился. Я вообще в полном восторге, так что те из вас, кто здесь живёт, считайте, что я вам уже завидую. И, кстати, для членки, члена, тебе нужно заканчивать поиски мужа в Калифорнии, потому что никому ты нафиг там не нужна, потому что, как мы тебе и говорили, что те, кто могут тебя позволить, никогда на тебя не позарятся. А те, кто на тебя позарятся, не могут тебя позволить. Так что не трать своё время, давай в Майами. У кого есть деньги, они женятся обычно на девушках приличных, не гулящих. Ну, таких вот, которых не стыдно показать родителям. Ну, это не твой вариант. Поэтому, ну, они тебя вот, что ты получаешь, оттрахают и обратно к маме, потрахают и к маме. Так что я говорю, это без... у тебя там, ну, нет вариантов. Тебе нужно в Майами. Приезжай в Майами, накопи там себе деньжонок от элементов, от первого мужа, и приезжай в Майами. Бросайте нахер эту Калифорнию. Здесь люди такие попроще. Много Кубы. Куба здесь вообще рулит. Порто-Рико. Ну, всяких там Латина. Много пожилых. Дедушек всяких. Ну, может, там, вдовцов каких. Вот, знаешь, Женька Гейн. Вот тоже, знаешь, нелегалка. Нашлась я какого-то деда. Уже сколько его там трахает? Года два, наверное. Но он ей документы не делает, но содержит. Так вот, ты можешь с ней тоже пообщаться и быть вместе. Мне кажется, у тебя здесь шансов, вот шансов вот здесь вот, в Майами, будет намного-намного больше. Еду я на пляж. На Нудийский пляж. Была там вчера. Он мне очень понравился. Ну, решила сегодня тоже поехать. Кстати, для тех, кто будут там говорить, что-то там в основном загорают мужчины нетрадиционной ориентации. Так, еду с пляжа обратно. Зашла в русский магазин. Не помню, в какой. Там матрюшка или калинка. В общем, короче, какой там магазин. Вон там все русские на этой площади собираются. Слышится. Ну, вообще, конечно, вот смеются, но одеваются вот эти вот люди. Ну, просто прикол. Вот прикол. И каблуки, и какие-то платья. Господи, как они вообще ходят по жаре в этом. Напротив дома Трампа. В общем, короче, так прикольно. Я... Господи. Вот знаете, здесь такие ужасные водители. Это просто пиздец. Какие ужасные. Вот тут какого хера спрашивается? Даже не знаю, какого. Наверное, кто-нибудь из левого ряда поворачивает направо. Не удивлюсь. Потому что здесь такое вообще происходит очень часто. Вот. Так что... Да. Там такие... Такая публика. Я просто вообще... Ну, смешно мне, честно говоря. Ну, не все, но многие-многие. Так одеты очень прикольно. Вот брошка стайл. Членка. Такое вот дешёвое, блестящее. Ну, чтобы показать как бы свой достаток. Там, Мерседес в аренду. Такие волосы накладные, ресницы накладные, губы сделаны. Всё подтянуто, всё сделано. Сумки Луи Бетон, и там бесконечные. Один из них фальшивок. Гуччи фальшивые. В общем, короче, всякая фальшивость. Я не знаю, откуда эти люди приезжают. Потому что... Ну, вот знаете, вот по-честному скажу, что в Питере, в Москве я таких не встречала. Мне кажется, эти люди приезжают из какой-то провинции туда. Типа, вот я достигла мечты своей. Я живу в Майами. О, ну, вообще прикольно. Так что члена, броша, вам туда нужно обязательно ехать, потому что это ваше место. Там таких, как вы, очень много. Вы впишетесь вообще стопроцентно. Оденьте свои эти фальшивые бренды с надписью огромными. Кельбин Кляйнт, делайте накладные ресницы, волосы, ногти. Ну, что там еще? Членка может одеть короткое какое-нибудь платье. Брошка оденет свои эти жуткие всякие бренды. И вперед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова